Территория Центра коррекционного развивающего обучения и реабилитации «Стимул» в один из солнечных дней стала островком дружбы, добра и взаимовыручки. Ведь здесь проходил праздник, который получился не просто интегрированным, а инклюзивным. Сердца десяти ребят бились в одном ритме, и рука была в руке настоящего друга-волонтера. Традиционно участниками единой команды стали пять учеников Центра «Стимул» и пять ребят из волонтерского отряда средней школы номер 20 города Бреста. В нашем учреждении обучается 24 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это разные нарушения, дети с интеллектуальной недостаточностью, дети с нарушениями аутистического спектра и самые разные другие какие-то нарушения развития, в том числе дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Очень важно в наше время является формирование инклюзивного сознания у участников образовательного процесса и общества в целом. Поэтому наше мероприятие, которое называется «5 плюс 5» и именуется «Инклюзивный спортивный праздник», это мероприятие, ставшее уже традиционным в Ленинском районе города Бреста. В этом году оно проводится у нас уже в девятый раз. И традиционно участниками этого праздника являются пять учеников нашего учреждения образования Центра «Стимул» и пять учеников 20-й школы города Бреста. Ребята преодолевали полосу препятствий, проползали по гимнастической скамейке, закидывали мяч в кольцо. Выполнение всех этих заданий стало простым и доступным, благодаря тому, что рядом с каждым из воспитанников Центра находился неравнодушный волонтер. Для меня важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уверенно, свободно, спокойно, как и я, был окружен любовью, заботой, друзьями. Поэтому я сегодня принимаю участие в этой волонтерской акции. Чтобы стать волонтером, нужно обладать такими качествами, как доброта – это самое главное, уверенность в себе, потому что работать с такими детьми нужна сила воли. Очень важно интегрировать и социализировать их в нашем обществе. И как раз для этого нам и нужны волонтеры, которые берут их за руку и какую-то деятельность совместно с ними разделяют. Гостями праздника, а это действительно был праздник, стали ученики вспомогательной школы города Бреста и территориального центра социального обслуживания населения Московского района. Спортивные состязания разбавлялись художественными номерами, которые подготовили учащиеся и педагоги 20-й школы. В конце мероприятия всем участникам были вручены сладкие призы. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».